Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! С праздником Днем Святой Троицы! Поздравляю вас, дорогие братья и сестры! С праздником Святой Пятидесятницы! Поздравляю вас, дорогие братья и сестры! И с Днем Рождения нашей Святой Православной Христианской Спасающей Церкви! Дорогие братья и сестры, почему мы считаем, что сегодня день рождения нашей Церкви? Мы с вами знаем хорошо, что когда чаша беззакония человечества переполнена, была уже, когда истина была утеряна человечеством, то есть в тьме кромешной, духовной находилось человечество, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Сын Божий, одна из ипостасей, три ипостасного Бога, вот человечество, пришла в этот мир. Зачем? Была исполнена им, самое главное, это жертва Голговская, потому что мы с вами знаем, то есть правда Божия была совершена. Мы с вами знаем, родные мои, что любой грех человеческий, каким образом можно из себя изжить, вырвать из своего сердца. Во-первых, мы должны знать, что совершенный грех, он не остается где-то во времени, не растворяется в нем. Нет, след остается на сердце, на душе человеческой. Поэтому, чем больше человек грешит, тем больше грязи внутри, тем меньше работает совесть его, тем менее слышит человек глаз Божий. Человек может вырвать грех из себя покаянными слезами и страданиями родными, и страданиями. Господь наш Иисус Христос, одна из ипостасей, три ипостасного Бога, взял грех всего человечества на себя. А так как он был безгрешен, то покаянных слез не надо было ему, а только страданиями. А вот этими страданиями своими, кровью своей, он намыл наши грехи и освободил нас от власти дьявола. Господь это сделал. Как мы с вами знаем, Бог послал Сына Своего в один родной. Для чего? И для чего это сделан был подвиг Христов? Бог хочет каждого человека спасти, но не каждый человек хочет спасаться. Не каждый человек слышит глаз Божий. Когда Господь сказал, да вы всякие верующие Господа Бога в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующие. Откуда берутся верующие? Как люди становятся верующими? Сказано о том, что вера от слышания, слышание от слова. Какого слова? Того слова, которое в мир принес спаситель мира Господь наш Иисус Христос. Вот очень важный момент, который совершил Господь наш Иисус Христос, кроме голгофской жертвы. Он принес нам спасительное свое слово, которое объясняет нам, что мы здесь делаем на этой земле, в чем смысл нашей жизни, есть ли он вообще или его нет у этого смысла жизни и так далее. Каким образом жить, чтобы действительно не обессмыслить нашу с вами жизнь на земле. Эту весь благую спасительную Господь принес в мир. Ну и мы с вами знаем, что тысячи человек его слышали. Да, учеников было много, более того, он избрал 12, которых готовил к особой миссии своей основать здесь на земле церковь его, Христову церковь. То есть, когда Господь наш Иисус Христос был на нашей земле, церкви еще не существовало. Последователи, которые слушали Господа, были, но самой церкви еще не было, она не была организована. Здесь должно было принять участие третий ипостас, трипостасского Бога, Дух Святый. Господь неоднократно ученикам своим говорил, что я зайду на небеса к Отцу Моему Небесному, но пошлю вам иного утешителя, Духа Святого, который вас наставит, умудрит вас. Потому что нужно было это умудрение. Ну, конечно, это были простые люди, рыбаки, родные мои, у которых не было препятствия к восприятию удивительных тайн Царствия Божьей. У них не было человеческого умудривания, то есть образования, которое часто является препятствием к восприятию истины Божьей. Были они избраны, и Господь, как мы с вами знаем, им сказал, оставайтесь в этой горнице Иерусалимской, никуда не уходите, пока вот не совершится то, о чем я вам говорю. То есть, Иоанн Креститель вас водой окрестил, а вы будете крещены Духом Святым и огнем. Ну, и это совершилось, как мы с вами слышали сегодня, в Деяниях Святых Апостолов описано, как это все совершилось. Страшный грохот, шум, как от ветра, как от бури какой-то там в этой горнице. А это был праздник Иудейской Пятидесятницы, а тогда со всего рассеяния собралось огромное количество иудеев, со всех, от всех народов. В Деяниях прямо написано, от всех народов под небом, под небесами собрались люди тогда, услышавшие этот грохот и подошли к этой горнице. А мы с вами знаем хорошо, как совершилось это таинство. Дух, ну, подобно в виде огня, сошел огненных языков на каждого из апостолов. Изменились они? Да не то слово. Из робких, испуганных, простых людей, как и мы с вами. Почему нам Господь тоже обетование с вами дал? Помните, как Он говорил? Не думайте, когда вас будут допрашивать, что вы будете отвечать. Дух Святый поможет вам в эту трудную минуту. Это свидетели этого, читая жития и мучения новомучеников, которые совсем недавно в нашей стране пострадали за Христа. Да, действительно, вышли ученики как раз из горницы этой, а там полно людей иудеев, еще раз повторюсь, из разных стран мира. Сегодня Деяния рассказывали там целый список этих стран, из которых они пришли тогда и слушали. Апостол Петр вышел и стал им говорить. Вот этот вопрос, на каком языке он говорил? А он говорил на арамейском языке, естественно. А все слышали свои наречия, свои языки, не могли понять, как это получается. Он говорит на одном языке, а все слышат, каждый на своем языке. Чудо, как Господь сотворил. Почему? Мы с вами понимаем. Если бы простой рыбак неграмотный пришел, например, в Грецию, да, к Элленам, и что он бы говорил? На арамейском языке обращался к ним, да его никто бы не слушал. Дух Святый дал им возможность этим простым, простосердечным, преданным людям, вот такую возможность, чтобы их слышали, каждый на своем языке человек. Вот такое чудо сегодня произошло. И как мы с вами слышали, 3000 человек крестились и приняли, и стали христианами. Вот наша церковь с вами родилась, родные мои. Далее. Сегодня Пятидесятница христианская. Это 50 дней прошло после Пасхи христианской. А мы с вами читаем о том, что собрались иудеи в свою еврейскую Пасху, в свою Пятидесятницу еврейскую. Тоже 50 дней прошло с празднования еврейской Пасхи. В чем тут разница? Или есть ли противоречия, или использовали христиане вот эти еврейские праздники? Нет, родные мои. Господь наш Иисус Христос сказал, что Он пришел в этот мир не закон как бы не отменить, не завершить закон, а все, что предписывается законом, сотворить, исполнить. Господь исполнил закон. То же самое с этими праздниками. Что за еврейский праздник Пасхи? Это воспоминание освобождения еврейского народа из плена египетского, из рабства к свободе. Вот это исход евреев из египетского плена к свободе, к земле обетованной, где они уже не были рабами. Наша Пасха, это что такое? Это освобождение человечества от власти дьявола. Освобождение, свобода пришла, свет пришел в мир. Свет – это истина, которую принес как раз Господь наш Иисус Христос. Дорогие мои, сегодняшний Евангелие кончается обращением прямым к иудеям. Он прямо говорит «Я есть свет мира». Христос про себя говорит прямо «Я есть свет мира». И кто пойдет за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. То есть прямо там говорит о том, что Он есть истина, пришедшая в этот мир и принесшая эту истину для иных людей. Теперь праздник Пятидесятницы. Пятидесятый день по празднику Пасхи евреи праздновали как раз вот этот важный очень момент, когда Моисей зашел на гору Синай и тогда получил скрижалье Завета, то есть закон от Господа Бога. И в принципе это рождение Ветхозаветной Церкви, как мы сейчас называем Ветхозаветной Церкви. Сегодня же, как мы с вами празднуем, рождение новозаветной Церкви. Новый Завет пришел в мир. Если там была эра закона, то началась эра благодати Божией. То есть помощь Господа Бога через Духа Святаго в своей Церкви. Дорогие братья и сестры, кроме прочего, мы сегодня поминаем с вами Святую Троицу. День Святой Троицы вообще-то. Действительно, иудейская вера, ислам и христианство – это монотеистические религии. Мы верим в одного Бога. В одного Бога мы с вами все верим. Вот мы вспоминали сейчас закон, который дал Моисею Господь на горе Синай. А первая заповедь какая? Самое главное. «Да не будьте, аз есть Господь Бог твой, я твой Господь Бог. Да не будьте, боже ины, разве меня, да не поклонившись и не послуживши им». То есть говорится об одном Боге. И действительно, да, еще вот эти три религии, они религии книги, то есть они все почитают Библию. То есть как мы называем Ветхий Совет. Все эти три религии. И одновременно мы с вами веруем в одного Бога, но три ипостасного, которые имеют три естества. Это действительно так или нет? Но, родные мои, мы открываем ту же Библию. Первые слова, которые есть в книге Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна, и Дух Божий носился над водой». Вот это слово «носился» на самом деле с еврейского языка, оно очень неправильно переведено. Не «носился», а смысл этого глагола, который там использовал, это «согревал, оживотворял». Вот как птица над яйцом высиживает его, согревает, чтобы жизнь появилась. Так и здесь смысл. То есть получается, Господь Бог сотворил окружающий нас видимый и невидимый мир. И одновременно Дух Святой также участвовал в творении этого мира. Дорогие братья и сестры, а если мы с вами вспомним начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, а Слово было Бога, а Слово было Богом. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. То есть получается, Бог – Слово, а Бог – Слово. Мы с вами знаем, это вторая ипостась, три ипостасного Бога, Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Без Него творения тоже не происходило. Именно творения, потому что Господь Бог существовал до еще времен, до каких-то пространств и так далее. А вот без Него, без Слова Божьего или премудрость Божьей мы можем и это встретить по второму ипостаси Бога Троицы. Как раз говорится о том, что без Него ничего не начало быть. То, что было с этой ночью, то начало быть. Вот такой праздник, дорогие братья и сестры. Вы устали, бедняги мои, устали, намолились. Но дай Бог, чтобы радость эта духовная, несмотря на физические усталости, у нас была в сердце. Спаси, сохрани всех, Господь. С праздником, со святым, родные мои. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Продолжение следует...